Привет, привет, здрасьте ребята! С наступившим новым годом тебя! Это небольшая залипушка. Помните, я снимал видео, как сделать индукционную варочную панель из жесткого диска? Так вот, вы написали не один десяток комментариев, почему бы сделать не проще? Наклеить магниты на блины и с помощью вихревых токов уже попробовать нагреть какую-либо поверхность Я погуглил и уже много кто нагревал таким способом алюминиевые или медные поверхности Но еще никто не делал это из диска. Давайте попробую! Запчастей от микропроцессорной техники, конечно же, накопилось у меня много Ведь с каждым годом электронно-вычислительные машины совершенствуются, тем самым оставляя кучу ненужного хлама за собой Простой отверткой ты, конечно же, не раскрутишь жесткий диск Тут нужен набор из различных шестигранников Посмотрите, вот такой момент. В приборе есть скрытые болты, поверх которых наклеена маркировка изделия Теперь надо отобрать более-менее подходящие по длине и по весу магнитики Очень странно, что в данном изделии магниты почти все разные и даже из такой большой кучи очень сложно подобрать одинаковые магниты Я поступил немного проще. Я нашел два одинаковых жестких диска и уже с них снял 4 магнита В считывающей головке два магнита идут парные одинаковые Посмотри, как с легкостью можно оторвать магниты. Другим способом, я думаю, у тебя не получится Например, если попробовать отбить зубилом, то ты по-любому сломаешь магнит Конечно же, ровно магниты не получится наклеить Для этого я воспользуюсь 3d печатью, накидаю быстренько модель в легкой 3d программке и воспользуюсь заводским пластиком, который мне прислал подписчик Антон Думаю, что так я закреплю магниты более точно, чем я бы их просто клеил, разметив область Для лучшего сцепления клея я нанесу несколько царапин Кто-нибудь знает из чего сделаны эти блины? Пишите букву под видео. Очень интересный материал Драйвер, которым я воспользуюсь, вы видели уже из прошлого видео. Да, кстати, на такой драйвер я даже подцеплял колеса от гироскутера И о чудо, крутит! Правда не управляемый по скорости, потому что не предусмотрены датчики холла Осталось наклеить магниты. Ох и небрежно все конечно! Не на выставку же! Вроде все просохло, залипает при оборотах. Давайте попробуем запустить Оборотов больше не набрать и конечно же корпус нагревается Надеюсь, что отсутствие алюминиевого корпуса решит проблему Облом быстрее не закрутится. А знаете почему? Вихревые токи или токи фуко воздействуют на сам корпус В общем-то наверное эксперимент провальный. Хотя, а может вынести за жесткий диск Конечно же я запустил мотор. Эх жаль, к сожалению, что не снял на камеру Он неплохо раскрутился. Из-за того что конструкция жестко не была закреплена диск начал вибрировать И один магнит чуть не отлетел мне в лоб. Так что закреплю конструкцию понадежней и попробую еще раз И все это изделие очень прекрасно вибрирует. Я думал что наверно оно взлетит у меня Воспользуюсь кусочком медной пластины. Думаю, что лучше всего этот материал нагревается таким способом При приближении металлических объектов вращающийся диск замедляется естественно В общем-то таким способом мне удалось нагреть медную пластину до 100 градусов Но это не вариант. Двигателей все равно не хватает. Так что нагрев таким способом Но я считаю нецелесообразно собирать Не забывайте о подарочках, которые мы разыграем 13 числа Если кто не видел, ссылочка должна быть сверху Но я с вами не прощаюсь. Не болей и храни Тебя Господь. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok